В досье программы «Взгляд» есть и пачка вырезок из газет под общим названием «Парапсихология». И начинает ее статья специального корреспондента, собственного корреспондента газеты «Известия» Николая Лисовенко «Вижу невидимое», в котором он рассказал о том, что в Донецке живет женщина, которая после очень серьезной травмы, электрошока, полученной ей на стройке, приобрела удивительные свойства. Она стала видеть черно-фиолетовые лучи восходящего солнца, провалы почвы под дорожным асфальтом, человека насквозь как рентген, но только цветной. И пытался разобраться в этом явлении. После этой публикации газета «Социалистическая индустрия» обликовала две других публикации. Название «Сенсация для простаков» и «Визит всевидящий». Но сами названия говорят сами за себя, хотя я прочту буквально небольшую выдержку из одной из этих статей. Можно было бы проиронизировать над хитростями Воробьевой. Воробьева – это женщина, которой рассказал специальный корреспондент «Известий». Но не кажутся мне ее выдумки ни забавными, ни безвредными. Они могут дорого обойтись тем больным, кто верит в сказки о чудесном воскресении всевидящей, в ее возможности видеть невидимое. Как говорится, доверяй, но проверяй. Ну что ж, мы решили последовать совету корреспондента Дорофеева, и наш корреспондент Ирина Михайлова отправилась в Донецк. В два раза было крупозное воспаление легких в правой сторонке. И, видимо, деточка курила, что на бронхах очень много вязкого отделяема, которое бы не... Федоровна, это можно было бы не говорить, наверное, что можно не говорить. Теперь были приняты гормональные препараты. Я вижу немножечко коронатопу. Иногда бывает преднизолом, прогестерон. Старайся... Теперь застойное явление в кишечнике. Немножко вытяжка сигмовидной кишки. Но ничего страшного здесь нет. Ничего, удар был копчиковой костью. Копчик немножечко утолщен. Так, лицом больнись. Я все не буду говорить некоторые вещи. Кислотность ниже нормы. Сильно-сильно? Нет, ниже нормы. И небольшой застой желчи. Поэтому часто будет поташнивание. Создаётся такое неприятное как бы вспучивание. И воспалён... А где застой? Застой желчи в желчном пузыре. Поэтому часто поташнивание и горечь во рту. И воспаляется аппендикс. Даже в настоящий момент. Он уже, детка, у тебя хронического характера. Да, ну нет. Я эти вещи просто говорю, что... На правой ноге у тебя шрам. В коленном суставе. Вот при всех можешь показать то, что... Давайте проверим. Здесь шрам. Если верят мне, то есть шрам точно. Есть шрам глубокий. Низкое давление, поэтому постоянно ноги будут холодные. И правая сторона гайморовой пазухи немножечко воспалена. Поэтому здесь как аллергического характера. Часто даже вспыхает немножечко область фронтальной пазухи. Не часто всегда. Всегда вот в этом участке. Эдва зуба показывают маленькие дырочки. Ну, да. Ну, Юля Федоровна, это же слишком. А что это? Вы это видите все, да? Ну, конечно. Как вы это видите? Это точно. Зубы, да, болят. Ну, то, что я вижу, я же вам объясняю. Я все не могу объяснить, как я вижу. Вы же не трогали вот здесь как-то. Не обязательно трогать. Это то, что я вижу. Ну, Юля, да как вы ощущаете это вот, когда вы человеке? Вы видите это или вот это? Я вижу, я вижу, но они доказывают, что я воспринимаю. Ну, как вы, как мою руку видите сейчас? Ну, конечно. Прям вот видели. Как картину видите? Да, она сквозь лобкается. Как картину. Вот именно как картину. Был удар по голове, Ира. Я вижу к лобной части, там было как сотрясение мозга. А в каком году вы можете сказать? Нет, не могу сказать в каком году. Юля Федоровна, а вот вы знаете какие-то медицинские термины? Термины, ну, я очень часто и с врачами общалась, литературу читала. Вообще познавала человека, я его рассматривала просто на расстоянии. Для того, чтобы понять, я должна знать физиологию, анатомию. Чтобы полностью отличить там, где патология, и где нормальный здоровый орган. Вот эти 30 тысяч писем, вы готовы этим людям всем помочь? Всем бы готова помочь, если было у меня здоровье. Моментами того, что знаю, какое у меня здоровье, кажется, вот последняя эта зима, последняя эта весна. Ну, вот такое. Но я настолько люблю жизнь. Настолько я выкарабкаюсь. 10 лет я как бы вырываю жизнь из... Потому что то, что я испытываю, у меня ведь никакие не таблетки, никакие медпрепараты, ничем я не могу обезболить. Об этом знают наши врачи. Но я вообще, я не знаю, мне кажется, я такой жизнелюбный. Я просто прошу, чтобы я сразу отправлюсь. Я не знаю, так что я понимаю. Я не знаю, я знаю. Я не знаю.